Буквально по крупицам здесь всё создавалось руками волонтёра Ольги Вавиловой. Для реализации задуманного она вкладывала в том числе и свои деньги. А в прошлом году, благодаря участию в премии губернатора «Наша Подмосковья», получилось 130 тысяч рублей, которые также пошли на развитие проекта «Добрый дом». В конце 2016-го он открыл свои двери для детей. Здесь у нас, в «Добром доме», оказывается, комплексная помощь. Мы занимаемся с родителями, также на занятия могут приходить братья и сёстры. У нас специфика занятий детей от нуля до бесконечности возраста. Ольга по образованию психолог и долгое время занимается с особенными детьми, а главное, помогает им в развитии. Ведь они нуждаются не только в повышенном внимании со стороны взрослых, но и в качественном индивидуальном подборе специальных развивающих занятий. Конечно, прогресс есть. Мы ходим уже второй год в этот центр и диагноз синдром Дауна. И основная проблема – это, конечно, общение. Очень сложно общаться со сверстником, не ходить общий язык. И даже сейчас он один, большую часть занятия находился. Но, тем не менее, кто-то есть. На первый взгляд, это обычные игрушки, но нет, они созданы специально для особенных детей и развивают эмоционально-волевую сферу, моторику и мышление. А придала и в добрый дом мама-ребёнка-аутиста, проживающая в Лос-Анджелесе. Специальные конструкторы, настольные игры, спортивный инвентарь, мячики – всё это является необходимостью для занятий с ребятами. Даже игры с песком здесь – это особый метод арт-терапии. Мы занимаемся уже здесь второй год, и заметили существенное, конечно, развитие ребёнка. Ну, это, во-первых, и общение с детьми, и, значит, плюс вот эти все развивающие игры, они очень развивают логическое мышление. У руководителя проекта «Добрый дом» Ольги Вариловой планы большие. К работе с детьми она хочет привлечь и других специалистов. Надо отметить, что занятия проходят совершенно бесплатно. Сегодня их посещают порядка 40 семей, которые, конечно, оказывают поддержку Ольге. Правда, на всё финансов не хватает. За аренду помещения приходится также платить. Поэтому любой помощи они рады. Это и помощь волонтёров, это помощь в покупке развивающего материала или в создании своими руками развивающего материала. Это информационная поддержка. Нам нужна финансовая стабильная поддержка ежемесячная. А также у нас существует благотворительный бокс, который мы можем разместить в разных организациях. И, соответственно, люди уже по возможности могут что-то бросать. У нас даже был опыт. По одному рублю каждый день, если человек будет бросать, уже мы многое можем сделать. В этом году Ольга тоже отправила свой проект «Добрый дом» на губернаторскую премию «Наша Подмосковья». И честно призналась, в победу верит. Сейчас ей деньги очень нужны, чтобы продолжить делать добрые дела. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.